Первый человек из земли — перстный. Второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, то бишь земного, то будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божьего, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. «Поглощена смерть победою». Смерть. Где твоё жало? Ад. Где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья, будьте тверды, непоголебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен перед Господом. Давайте благословим друг друга, наслаждайтесь миром Божиим, мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту землю, которую Бог дал нам в наследие. Сегодня мы с вами празднуем день воскресения Господнего. Поздравьте друга, Христос воскрес! Поприветствуйте друг друга таким образом. Для нас сегодняшняя тема слова — это завет воскресения и новое начало. если действительно это является истиной, то что Иисус воскрес из мертвых, тогда действительно все остальное также не осталось ничего того, что может быть нерешенным или чего-то, что может быть невозможным. Потому что то, что произошло и то, во что мы верим, на чем основывается наша вера. И эта вера, конечно же, мы своими глазами этого не видели, но есть свидетельство и есть свидетели воскресения Иисуса Христа. И самое главное, мы, веря в Иисуса Христа, мы каждый из нас в своей жизни можем испытывать то, что... И можем видеть подтверждение того, что действительно Слово Божье живо и действенно, и это Слово, Слово Иисуса Христа и об Иисусе Христе. И это означает, что Христос, Он и сейчас живой, и Он вместе с нами пребывает. Когда мы читали сегодня с вами 15 главу 1 Коринфянам, то также перед этими стихами, 1 Коринфянам 15 глава 14 и в дальнейших стихах, там сказано, Павел говорит, что если бы... Если же нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша также тщетна, и наша вера также тщетна. И поэтому, о чем говорит Павел, о том, что в действительности, если бы не было воскресения Иисуса Христа, то вся вера наша, она была бы просто бы пустой, и поэтому... Но так как в действительности воскресение Иисуса Христа было, и у нас надежда теперь не только, пока мы живем на этой земле, потому что он также говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Потому что воскресение Иисуса Христа, или это лишь начало, начало тех благословений, которые уже не просто будут когда-то, когда мы уже будем действительно в совершенном Царстве Божьем. А уже сейчас, находясь на земле, мы можем также испытывать благословения, которые к нам приходят уже как чадом Божьим. Какие же есть три доказательства, которые... Три таких свидетельства, доказательства в отношении воскресения Иисуса Христа. И нам с вами, конечно же, очень важно... Мы уже слушали, и, казалось бы, мы уже знаем в отношении платформы веры, десять основ веры. И первая из основ веры говорит нам о совершенном Божьем суверенитете. И это действительно самая первая, самая основная основа веры, платформа нашей веры, это то, что мы верим в Божий абсолютный суверенитет. Это означает, что нет, что Бог, например, ошибся в чем-то, либо же, что по случайности что-то произошло. Как говорят даже в мире, люди случайностей не бывают. Поэтому мы с вами... Проблема в том, что когда у нас теряется наша вера и слабеет наша вера в Божий абсолютный суверенитет, все, что бы ни случилось, какие бы дела ни случились, у нас легко стресс... Мы в стресс впадаем, и приходит депрессия. И даже у людей, у христиан приходят мысли... В панику впадают, и даже приходят мысли о самоубийстве. То есть это все... Почему происходит? Потому что... Почему церковь продолжает сейчас закрываться так же? Почему сатана смеется над церковью, над святыми? Почему так? Потому что у верующих нет уверенности. Уверенности в том, на чем основывается вообще вера, на чем основывается уже жизнь христианина, которых и имея... Люди просто не имеют уверенности в этом,So», что они уже имеют то, что уже им дано. Они имеют уверенности потому, что зачастую даже не знают, что уже они имеют, уверовав в Иисуса Христа, и как они уже изменились, уверовав в Иисуса Христа, и как Бог желает, что мы вместе с Ним жили. какой жизнью верующего необходима, какой она может быть. Поэтому даже к нам уже, когда мы ходим в церковь, иногда, может быть, приходить такие моменты в отношении того, что может быть, слушаем что-то или общаясь с кем-то, как может быть такое, чтобы кто-то вернулся к жизни после того, как умер. Да, бывает состояние клинической смерти, либо же кома, в кома впадает. Но это бывает даже, что человек может быть действительно умер, и, казалось бы, люди говорят, умер, да, но он, получается, еще все-таки не умер. То есть признаков жизни не было в нем, но они оживают. Но здесь воскресение, это говорится совершенно о другом. То есть это о преображении, потому что Христос не просто как будто бы умер и потом ожил опять. Нет. Он действительно воскрес. И это то, что то, что действительно может быть противоречит даже науке или же нашим утверждениям. Поэтому, когда мы верим в Бога, что то, что невозможно для человека, возможно для Бога, именно потому что Христос — он Бог, это и случилось, то, что случилось. И когда мы смотрим с вами также послание к евреям, 12 глава, второй стих нам сказано, что Иисус, он, вместо предлежащей ему радости, он претерпел крест, посрамление, но в итоге он воссел одесную престола Божьего. И поэтому для нас теперь с вами, тех, которым мы веруем в Иисуса Христа, который пришел на эту землю, который умер на кресте, и который был погребен, и воскрес, и который теперь одеснует Бога, мы теперь во Христе можем действительно все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, как сказал Павел, также 4 глава, 13 стих. И что также говорит Павел в послании к филиппийцам, 1 главе 6 стих, он говорит, что «Я верю, что тот, кто начал в нас доброе дело, будет совершать это до дня пришествия Иисуса Христа». Это означает, Бог, Он совершенен, Он не делает ошибок. Если Он нас призвал, у Него есть план в отношении нашей жизни, у Него есть видение и желание вместе с нами не просто нас оставить и нас там испытывать или проверять. У Бога нет задачи в этом, Он знает нас лучше, чем мы сами, и у Него нет причины что-то там проверять, верные ли мы или неверные Богу или же еще что-то. Не для этого мы остались и живем на земле после того, как уверовали в Иисуса Христа, а для того, чтобы вместе с Богом совершалось действие спасения. Мы смогли участвовать в деле спасения других людей. Поэтому, когда мы также в отношении воскресения Иисуса Христа, в римлянам, 1 глава, 4 стих, сказано, что тот, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем. Это то, что Павел писал в послании римлянам. То есть, здесь он говорит о том, что именно подтверждение того, что Иисус, Он является Сыном Божьим в воскресение из мертвых. Это и есть вот этим подтверждением. Потому что Он не просто Сын Человеческий, то есть, Он не просто человек. Он Сын Божий, то есть, Он есть Бог, пришедший воплотить. И Он единственный, кто может действительно дать спасение людям, потому что Он является 100% человеком, но в то же время Он является и Богом, поэтому Он имел право и Он имел власть, чтобы это сделать, совершить. Поэтому и сказано в Деяниях 4 главе 12 стихе, что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Поэтому что еще действительно важно, это то, что дьявол, который привел к поражению Адама и через Адама продолжает разрушать человеческие жизни, Он пришел, Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Поэтому дьявол, который еще от времени практически сотворения, дьявол, он совершает, он приходит как Евангелие Адама, 10 глава, 10 стих, сказано, что вор, он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Поэтому дьявол, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Нет другой цели никакой. Поэтому он действует так, чтобы были конфликты у нас друг с другом, между людьми, между членами семьи, чтобы были раны, чтобы были болезни. Он продолжает разрушать нас изнутри, продолжает разрушать наши семьи, проникает даже в церкви. Поэтому если действительно поэтому Бог нас призвал для того, чтобы мы, может быть, думаем, почему у меня так проблем много, почему в моей семье так много проблем. Именно поэтому Бог призвал вас для того, чтобы вот эти проблемы, причина этих проблем — это и есть духовные силы, это и есть силы тьмы, это и есть проклятия, которые пришли из-за того, что без Бога жили. мои родители, мои сейчас братья, сестры, родственники, поэтому Бог призвал меня для того, чтобы через меня сила Иисуса Христа явилась в моей жизни, в жизни моей семьи, чтобы сокрушились все эти силы тьмы и проклятий в моей семье, в моем роду, в тех местах, где я работаю, где я нахожусь. поэтому вот это есть сила воскресения Иисуса Христа. Это не просто что-то, что совершилось когда-то, а это то, что действительно является актуальным и действенным даже сейчас в моей жизни. И воскресение Иисуса Христа — это то, что совершилось в соответствии с всеми теми пророчествами и обещаниями, которые Бог дал в Ветхом Завете. Посмотрите, Ветхий Завет — это не просто то, что было написано после Иисуса Христа, как Он родился, это то, что было написано за сотни тысяч лет до рождения Иисуса Христа. И это все то, что совершилось, поэтому Иоанна 20, глава 31 стих сказано, Иоанна 19, глава 30 стих также, когда Иисус сказал, что совершилось, и теперь, когда мы смотрим так же, 1 Коринфянам 15, глава 3-4 стих, там сказано, что Иисус Христос, Он родился, Он умер, воскрес, это все по Писанию, в соответствии с Писанием. Это все то, о чем Бог обещал, то, на чем Бог ставил акцент через пророков, Своих. И что осталось еще? Какое обещание одно осталось, которое еще не совершилось? Это то, что Он придет снова, как сказано в Деяниях, 1 главе 11 стихе, когда мужи галилейские, ангелы, сказали, что вы смотрите в небо, Иисус, который вы видели, когда Он вознесся на небо, точно так же Он и придет с небес, для того, чтобы действительно уже совершенным образом началось новое начало. Не только для каждого из нас, но вообще для всего, для всей Вселенной. в нашей жизни вообще-то, если мы посмотрим, что есть самая такой большой проблемой, которая больше всего беспокоит людей и чего больше всего боятся. Проблема это проблема смерти, потому что люди не хотят умирать, люди не хотят стареть, не хотят умирать и делают все, чтобы обезопасить жизнь, для того, чтобы как можно более максимально фактор смерти устранить. Поэтому и машины у нас с подушками безопасности и много-много чего безопасно, потому что жизнь ценной является. Но вот эту проблему смерти своими силами люди как бы ни старались, они не могут решить, потому что корень этой проблемы лежит в духовном мире. Поэтому и ответ, который для этого есть, это тот ответ, который Бог дал, это ответ воскресения из мертвых и новой жизни. И поэтому когда мы читали сегодня с вами 1-й криф 15-й 50-й стих, что там сказано было? там сказано, что плод и кровь они не могут наследовать Царство Божье, и тление не наследует. и также то, что есть первый человек, Адам, который был сатарен, он был земным. Второй же человек это Господь с неба. Поэтому мы, когда до принятия Иисуса Христа, мы жили по мы были пока еще образом Адама. То есть мы носили образ земного. Но теперь, приняв Иисуса Христа, мы с вами уже теперь носим образ небесного. Поэтому мы через принятие Иисуса Христа восстановились в образ Божий. Потому что после того, как Адам и Ева, и в частности мы говорим об Адаме произошло разделение с Богом, то Адам стал просто как Бог сказал. Ты прах из праха взят и в праха возвратишься. То есть прах это означает просто физическое, просто плоть. Потому что если Духа Божьего нет в человеке, то человек разделен с Богом уже нет ответа вечности в нем. Не может быть уже без духовного, не может физическое быть вечным. Поэтому также, когда мы посмотрим Иоанна 3 глава 5 стих, о чем говорил, когда Иисус Христос говорил с Никодимом, что плоть дает, рождает плоть, а Дух дает Дух. Поэтому мы с вами уже теперь сейчас, приняв Иисуса Христа, мы стали с вами храмом Духа Святого. То есть от Адама то проклятие, которое пришло в мою жизнь, потому что через Адама пришел грех, через грех смерть, и смерть, и грех пришли ко всем людям. Христос, Он же был хоть и рожден на земле, но Он был рожден прежде всякой твари, сказано, прежде всякого творения, Он небесный полностью. Поэтому теперь уже мы с вами возрождены, и в нас уже есть Дух Божий, и мы с вами. Все теперь сказано, все, что древнее прошло, теперь уже все новое, как сказано в 2 Коринфянам, 5 главе, 17 стихе. Поэтому какие бы неудачи, какие бы проклятия, что бы там ни было в моей жизни до этого момента, с момента, когда мы поверили в воскресение Иисуса Христа, с момента, когда мы уверуем в то, что действительно Христос воскрес из мертвых, и что, приняв Иисуса, уверовал в Иисуса Христа, в то, что Он действительно Сын Божий, что Он пришел на эту землю, чтобы умереть за Меня, чтобы остановить все проклятия, которые действуют во моей жизни, то с этого момента так и происходит. Поэтому Павел также говорит, смерть, где твое жало, где твоя победа? Поэтому уже теперь мы, которые во Христе Иисусе, мы уже с вами не можем погибнуть. Поэтому давайте провозгласим, ничто не может победить меня. Даже смерть. Теперь уже мы не боимся даже смерти. Почему? Потому что мы знаем, что Бог, Он воскресит нас из мертвых. Мы знаем, что наше тело будет воскрешено, дано будет новое тело. Мы будем воскрешены, нам дано будет новое тело. И это будет действительно... Это тот ответ, который действительно уже совершенное нашего спасения полное, когда уже не только наш дух, не только душа, но и даже плоть будет обновлена у нас. И сказано было также, мы читали, что не все, если вы будете жить еще в то время, когда приходит Иисус Христос, тогда не увидя смерти физической, наше тело будет обновлено. Настолько сила... Велика сила воскресения, велика сила, которая есть Бог. Поэтому воскресение — это начало нашей новой жизни, новой жизни на земле. И мы с вами также... В чем это начало заключается? Давайте посмотрим, как... В отношении двенадцати учеников так же. Какой у них была жизнь, в которой они жили. Но после того, как они приняли Иисуса Христа и последовали за Иисусом Христом, Он им сказал, что «Я сделаю вас...» Как бы вы были рыбаками, теперь я вас сделаю как бы ловцами-человеком, то есть рыбаками, рыбаками, спасающими людей. Таким образом, даже в Матвея, 28 глава, 18-19 стих, 20 стих там сказано, что... Да и Марка, 16 глава, 15 стих также говорят об этом, что «Идите ко всем народам, проповедуйте Евангелие всему творению. Найдите учеников во всех народах, которых я приготовил». Поэтому есть люди, которых Бог приготовил. Есть люди, которых Бог приготовил для того, чтобы... Даже такие люди, как Павел, тот, который был гонителем церкви, тот, который преследовал церковь, который выступал против Иисуса Христа. Когда Павел, он встретил воскресшего Христа, когда Христос явился ему на пути в Дамаск, он стал тем учеником, который полагал жизнь свою, который проповедовал Евангелие не только своему народу, но и язычникам, который проповедовал... На тот момент, говоря, мы язычникам, но это означает, с точки зрения, конечно же, израильского народа, это означает всем остальным народам, которые не знали Бога, не знали Бога Израилева, не знали истинного Бога, не знали Христа. И поэтому он проповедовал им, проповедовал также правителям народа, проповедовал даже, дойдя до императора Рима, потому что он был гражданином Рима. Поэтому Павел действительно смотрел на себя, на свои обстоятельства, то есть он, все то, что в его жизни происходило, он это делал как основу, как основу для проповедования, как видел во всем, как возможность для проповедования. Поэтому он не старался избежать даже заключения в темницу, потому что он знал, что Бог точно с ним, и что даже там есть те люди, которым необходимо донести. Он бы мог сразу же говорить, что я гражданин Рима, его бы не заключили, например, в темницу, но он не говорил для того, чтобы у него была возможность встретиться с вышестоящими людьми и донести им благую весть. То есть у него мышление было действительно полностью поменялось. Поэтому еще один момент важный, это то, кому Бог поручил донести эту благую весть Павлу, после того, как явился Иисус Ему. Вот это то наше благословение, в котором мы необходимы, чтобы мы находились. Быть теми людьми, как Анания, как Анания, который проповедовал ему, который действительно молился для того, чтобы благовествовать даже во время гонений. И он был тем человеком, который был готов донести благую весть Павлу. Поэтому очень важно даже один такой человек. И к такому человеку, как Анания, Бог предкрепит подготовленных учеников. Поэтому Бог, Он приводит на место, где я нахожусь, то абсолютное место приводит тех людей, которые готовы, чтобы слышать Слово. Поэтому наша церковь, также мы проводим такие как бы кемпы проповедования, как мы говорим, это чтобы донести благую весть. И тем людям, которые просто даже провозгласить это слово, не цель даже в том, чтобы привести кого-то в церковь. Нет, цель провозгласить это слово, чтобы в тех местах, где еще слово не звучало, в жизни тех людей, которые еще не слышали действительно благую весть, чтобы это слово было провозглашено и посеять это слово в сердца людей. А Бог, Он уже в свое время это все прорастет. Поэтому самая главная наша миссия это первое и самое главное это молитва. Молитва за людей, которые есть на моих местах действия. Молитва за само место действия, чтобы то место, где Бог меня послал, то место, на котором я еще физически не нахожусь, чтобы я мог молиться, чтобы Царствие Божие сходило на это место, чтобы Бог послал ангелов, чтобы Духом Святым действовал там, где меня физически даже нет, чтобы происходило действие спасения Божьего, чтобы люди могли, которые там находятся, услышать другую месть. Поэтому таким образом Бог через человека, который готов, прикрепляя абсолютных учеников, это место, за которое молюсь, становится абсолютным местом действия Бога. Не моим местом действия, а местом действия, на котором Бог действует. И таким образом система будет образована, потому что Бог действует Святым Духом там. Поэтому то, что мы сейчас также в нашей церкви готовим ремнандов. У нас есть Хана, Саммит Сколл. Это также есть той абсолютной системой, которая помогает следующему поколению расти внутри Евангелия. Поэтому все, что мы делаем, действительно, ища что угодно Богу, ища действительно, не нужно думать о чем-то большом, что какое-то большое проповедование надо делать что-то. Нет. На моем месте действия. Это и есть моя миссия, мое призвание. Если я работаю где-то, Бог это знает, и поэтому я там и работаю для того, чтобы через меня это Слово Божье могло быть донесено там. Вот это вот, чего ждет Бог. Ничего-то там большого. Поэтому не нужно думать, что кто я такой, что от меня зависит. Нет. Нужно проповедовать, нужно молиться. Проповедование это и есть наша молитва. для нас также воскресение Иисуса Христа это новое начало каждый день. Поэтому когда мы посмотрим также Иоанна 5 глава 29 стих Иоанна 5 глава 29 стих там сказано, что не 28-29 также стих там сказано не дивитесь тому, ибо наступает время, в которое все находящихся в гробах услышат голос Сына Божьего и восстанут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения. То есть предшествие Иисуса Христа это будет когда будет воскресение и живых и воскресение мертвых. Для чего воскресение живых? Чтобы быть вместе с Господом. Воскресение же мертвых это для того, чтобы был суд. Но мы с вами не приходим на суд для того, чтобы нас судили. Мы приходим на суд как свидетели. этому и сказал Иисус Христос, что вы будете мне свидетелями. Поэтому мы с вами являемся теми, которые свидетельствуют о действии Иисуса Христа на этой земле. Поэтому мы с вами и те люди, которые могут наслаждаться силой Божьей и которым дана уже победа. Поэтому смотрите, мы не будем уже идти на суд. То есть что бы мы ни делали сейчас, как бы мы ни жили, даже если мы не будем действительно служить Господу на этой земле, как бы может быть мы думаем, нас не будет уже осуждены, нас не будет судить. Поэтому Бог открыл уже путь решения, освободился совершенно образом нас от грехов и потому что мы не можем заплатить за свои грехи. Поэтому мы уже освобождены от проклятий, от наказания и уже можем наслаждаться теперь с вами вечными благословениями. Поэтому нам с вами нужно смотреть и ждать этого дня, когда придет Иисус Христос. И 1 Коринфянам то, что 58 стих там сказано, что братья мои возлюбленные будьте тверды непоколебимы всегда преуспевайте в теле Господнем, зная, что труд ваш не будет тщетным пред Господом. То есть то, что мы делаем сейчас, даже самое малое, что мы сделаем, помолимся за одного человека, даже если за всю жизнь мы помолились только за одного человека, уже будет нам за это награда. Поэтому не будет нам уже осуждения. если мы действительно наслаждаемся жизнью с Иисусом Христом на земле, то если мы даже какие-то грехи делаем, да, нам не нужно судить друг друга, нам не нужно осуждать друг друга. Просто такой человек не сможет насладиться теми благословениями, которые Бог дал, не сможет насладиться благословениями Чада Божьего. И нам сами себя тоже не нужно осуждать. Конечно, не нужно оправдывать себя, что чем-то. Не нужно быть обманутым дьяволом, потому что дьявол пытается нас всегда угнетать, что я не такой, я по-настоящему безнадежный какой-то может быть или еще что-то. Разные какие-то мысли могут приходить. Поэтому ни нам самим не нужно обманываться дьяволом, ни других людей не нужно осуждать. Поэтому какие бы проблемы у нас не были, какая бы боль не была, какое бы отчаяние, мы всегда можем начать заново. Каждый день, каждую минуту мы можем начать заново. Нам лишь нужно держаться за завет воскресения, чтобы эта сила воскресения обновила меня. Поэтому даже если до этого всего ничего не получалось еще, или мы не думали даже в этом, никогда не поздно. Моисей Моисей 80 лет начал думать действительно служить уже на служение Господу пришел. Поэтому никогда не не заново д из